Календарь нынешнего лета уже готов отсчитывать июльские деньки. Итоги подводить еще рано, но и откладывать отдых на более поздний срок нет необходимости. Самые активные учащиеся 25 школ Славянского района встретились на туристическом слете в лагере «Патриот Кубани» в окрестностях станицы Небержаевской Крымского района. Живописный лес с солнечными полянами давно уже стал одним из самых притягательных мест для юных туристов. Где, как не здесь, ребята смогут приобрести туристические навыки, научиться ставить палатки, разжигать костер для приготовления обеда, находить азимуты, прокладывать и проходить нужный маршрут. А самое главное, никакая непредвиденная ситуация, к примеру, внезапный ливень не застигнет ребят врасплох. У нас был такой небольшой форс-мажорный случай, то есть пошел ливень. Ребята не паниковали сразу, каждый знал свои обязанности, то есть они накинули пленки на палатки, заранее не обкопали палатки, чтобы вода могла сойти. Развели костер, подбросили поленья и если вещи у кого-то намокли, значит они сразу сушили, скажем так. Потом горячий чай. Было всем весело и интересно. Туристический слет – это такая своеобразная школа, где преподается действительно важное и нужное и тут же закрепляется на практике. Каждый день у нас проводятся очень интересные туристические мастер-классы, которые нам проводят педагоги из разных областей. Ну, 4 дня – это очень мало для нас. Мы считаем, что чем больше ты проводишь времени в лесу, тем больше ты познаешь природу. День в туристическом лагере подчиняется строгому распорядку, но это никого не тяготит. Напротив, благодаря этому день вмещает много нового, очень полезного. Больше всего нравится преодолевать препятствия, проходить лианы, вот эти вот сами костюмы, ну, прям чувствуешь себя настоящим туристом. Мы уже выучили, как оно пристегивается, вот эти карабины, пристегиваться мы знаем, как. Мы уже знаем, куда бегать, что делать, мы знаем, там узлы завязывать, соревнования, мы знаем, ну, ориентирование у нас научили. Сначала было сложно, по карте, но потом уже разобрались. Артём Рубцов из Голубой Нивы прекрасно ориентируется на местности. Он считает, что для этого нужны сила воли и реальные знания. Туризм меня привлекает тем, что лес, свобода, отдых, а в ориентировании долгое время занимался, хорошо ориентируясь по карте. Данил Кошель также интересуется ориентированием. Жизнь в туристическом лагере привлекает его своей романтикой. Ориентироваться по компасу, по карте, находить те точки, которые указаны. Ещё также мне понравилось, когда нам показывали мастер-класс, например, когда человек в беде. Что нужно сделать, помочь ему. Сначала узнать, что с ним случилось, как это произошло и проводить дальнейшие действия, которые нам показывали. Олеся Загорулька уже четвёртый год приезжает на туристический слёт и с каждым разом открывает в нём всё новые положительные стороны. Первый год я поехала как краевед. Остальные два, остальные три я уже стала туристом. И я в полном восторге, что много школ, мы все общаемся, развиваемся. Нам показывали натягивание верёвок между деревьев, также изучали узлы, травы, грибы. Это всё пригодится и в жизни. Туристический слёт стал ярким и запоминающимся событием для всех его участников. Ребята соревновались в технике пешеходного туризма, в спортивном ориентировании, проходили контрольно-комбинированный маршрут. Туристический лагерь – это не только турпоходы. Это песни, музыка, шутки, весёлое общение, творческие конкурсы для всех талантов. Каковы итоги туристического слёта лета 2018? Первое место в общекомандном зачёте у 16-й городской школы. На втором – команда 29-й школы из Станицы Петровской. На третьем – Анастасиевская, 28-я школа. Но самый главный итог слёта – это заряд здоровья, положительные эмоции, незабываемые впечатления и новые друзья. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». Андрей Вишневский, Александр Косицын. Продолжение следует… Андрей Вишневский, Александр Косицын. Продолжение следует…